Русские новости 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 и искать интенсивно, но пострадают только эти. Предотвратить преступление никак не выходит, хотя это главная работа полиции, уголовной полиции, безопасности. Никто ничего не делает, никто не предупреждает преступность. Где господин Колокольцев, который после событий в Бирюлево так себя бил в грудь и говорил, что он тут все разрешит, все разрулит? Вот вы разрулили, вы в глаза родителям и этим девочкам посмотрите, господин Колокольцев. И господин Собянин, который на выборах сказал, что он проблему мигрантов разрешит. Вот так он разрешил, вот так он разрешил. Вот герой сопротивления в Славянске Игорь Стрелков написал длиннющий текст в ответ на выступление экс-олигарха Ходорковского. Зачем он писал это? Читать совершенно невозможно. Набор банальностей, много страниц, обращение лично к Ходорковскому. Я не смог читать больше двух абзацев. Сначала название прочел. Название. 15 лет Россия готовилась к рывку в великое русское будущее. Пришло время. Да, не может быть. Что-то как-то незаметно. Где этот рывок-то? Кто его будет делать? А кто? Вот Стрелков тут и пишет. В конце статьи, собственно, больше ничего читать не надо. Только конец статьи. Наш русский ответ, который выражается простой формулой. За веру царя и отечества. За эти святые понятия русские люди испокон веков шли умирать, прекрасно понимая, что сражаясь за них, сражаются за себя и за свое будущее. Сегодня, подчеркнем, сегодня это означает, то есть за веру царя и отечества, что сегодня вполне конкретную верность русской православной церкви, то есть Московской патриархии, митрополитбюро, российскому государству, то есть вот этой РФ и обглотку от Российской империи, и самое главное, верховному главнокомандующему ВВ Путину. Все, приехали, господин Стрелков. Приехали, вы приехали, и мы с вами приехали. Мы на вас надеялись как на русского лидера, а вы херню, извините, такую пишете. Ну, режима своей заботы, сажать, судить, выпускать. Выпустили Даниила Константинова. Неожиданно, не ожидал, думал, что припаяют ему эти 10 лет, которые прокурор просил. Ну, и не признались в том, что два года держали человека в заключении, просто ни за что, и что дело полностью фальсифицировано. Конечно, не признают, кто ж признает. Теперь у Даниила непростой выбор с этой швалью, которая ходила к нему на суды, или все-таки, коль скоро он себя раньше называл русским националистом, как-то вернуться к русским, вернуться к русским. Именно к русским националистам, а не к гузским. А вот с Александром Поткиным все как раз наоборот. Его задержали, возбудили уголовное дело. Под домашний арест его по санкции прокурора посадили. Теперь будут разбираться, чем он там занимался. Какую-то якобы у него экстремистскую литературу нашли, хотя он давно не занимается никакими экстремистскими действиями. И самое главное, это уголовное дело по его занятиям, когда он обслуживал некого казахского олигарха с его ворованными деньгами. Вот это управлял так называемыми активами. Полученным вором, который уже в тюрьме сидит, и к которому претензии есть у Казахстана, России и Украины. Ограбил людей на 5 миллиардов долларов. Ну и, конечно, якобы русский националист Александр Белов-Поткин является управляющим вот этими ворованными активами. У нас вообще с национализмом, конечно, большие проблемы были в последние годы. У нас, например, были писатели. Один писатель писал жуткие русофобские стихи под кличкой, подобной каким-то еврейским именам. Другой, якобы теоретик русского национализма, писал книжку о том, какие хорошие азербайджанцы и какая прекрасная страна Азербайджан. Вот еще у нас есть замечательные националисты, которые ездят на поклон к чеченскому бандиту, у которого руки по локте в крови, и объявляют его примером для русского движения. Ну и вот тут еще к казахским националистам Александр Белов-Поткин ездил, и тоже их там учил ему разуму, как им власть захватывать. Ну надо же, можно ли представить себе что-либо подобное, чтобы делалось открыто. Ну у нас там Собянин, Колокольцев, ну примерно ведь такой же имеют нравственный уровень, как и вот эти псевдо-националисты. Те псевдо-государственные деятели, эти псевдо-националисты, все какое-то псевдо, все недоделанное. От этого надо уходить, русское движение надо формировать заново. Действительно, из русских людей, ориентированных на русские национальные ценности, не на какие-то там коврижки от олигархов или от каких-нибудь там людей в погонах, которые уже давно предали свою службу и предали Россию. Этим занимается Оргкомитет русского марша за Новороссию. Прошло его заседание, принята декларация, политическая декларация, ее можно в интернете найти, прочесть. Принято соглашение в общих чертах, конечно, оно еще будет доработано, соглашение, как проводить эту акцию, кто идет впереди, кто позади, что можно, что нельзя. Вот меня очень радует понимание людей того, что нельзя приходить на марш развлекаться, пройтись для того, чтобы посмотреть, какие тут люди, кто там с флагами идет, какие-то, знаете, праздношатающиеся наблюдатели, вроде как они тоже участники. Вот мы приняли Оргкомитетом такое решение, что праздношатающиеся – это нарушители дисциплины. Либо ты в колонне стоишь, идешь и со всеми вместе провозглашаешь лозунги, несешь знамена или транспаранты, или не нужно ходить на русский марш. Если ты просто поглазить пришел, то ты как-то там в соратники не годишься. А вот те, кто осознает себя русским человеком, русским националистом, русским патриотом, кто хочет поддержать Новороссию, кто готов это сделать, ну не может человек поехать на войну, не всем нам на войне воевать, и война еще не такая масштабная, чтобы нам всем идти в добровольцы. Тому надо прийти. Да, не всякий сейчас может и даже хочет взять оружие в руки, чтобы защищать Новороссию, а в Новороссии защищать всю Россию. Ну тогда надо хотя бы морально поддержать наших бойцов, которые там сражаются с наемниками хунты. Они сражаются вовсе не за кремлевскую хунту, они против киевской хунты сражаются, за то, чтобы можно было там жить, и там чтобы не произошли зачистки, которые уже происходят на оккупированных территориях. Поэтому этих людей надо поддержать, морально надо поддержать многочисленным шествием, и я призываю, и от имени оргкомитета призываю русских людей сосредоточен на том, что 4 ноября в любом случае пройдет марш за Новороссию. Русский марш за Новороссию, или иначе называют Новороссийский марш. Приходите, обязательно. Доведем до вашего сведения, где все это будет проходить. В понедельник, когда выходит эта передача, заявки уже поданы в московскую мэрию по нескольким маршрутам, будет проходить согласование. В конце концов мы остановимся на каком-то одном маршруте. И не входите вы на этот проукропский марш, где будут сторонники правого сектора и прочих террористических организаций, которые убивают русских людей. Даже если там есть русские люди, они заблудшие, они не поняли вообще ситуации, что они делают. Они убивают русских людей. Ради киевской хунты, которая вся насквозь пропитана духом чужебесия. И вот эти чужебесы пойдут еще здесь, называясь русским маршем, в Москве. Поэтому приходите только на новорусский марш, на марш за Новороссию. Русскому человеку рядом со сторонниками правого сектора делать нечего. И их желательно, чтобы у нас ни в Москве, ни в стране не было вообще. За Россию, за русскую власть. Ну а теперь остальные новости. Посмотрим официальные новости. Первый курс доллара превысил отметку 41 рубль. Путин подписал закон о СМИ, ограничивающий долю иностранного участия. Ну, 15 лет ждал. Суд продлил арест соратнику Навального Янкаускасу до 10 декабря. Семеро рабочих разбились при падении люльки на стройке в Москва-Сити 14 октября до 85 долларов за баррель. Срок вступления в программу материнского капитала продлен до 2017 года. Медведев объяснил невозможность перезагрузки отношений с США. Лавров, переговоры с Керри были полезны, несмотря на разногласия. Ну, они всегда полезны. По-моему, все, что делает у нас МИД, все объявляется полезным. В Думе предложили отбирать имущество иностранцев в ответ на санкции. Песков, ну, известный пресс-секретарь Путина, началась подготовка послания президента к федеральному собранию. Крутая новость. Началась подготовка. В Петербурге изъяли антиквариат бывшего министра финансов Подмосковья. Рынок акций в России открылся снижением в среду. В Силуанов расходы госбюджета на 2015 год не будут сокращаться. ВТБ-24 повысил ставки по ипотеке вслед за Сбербанком. Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении турфирм Верса и Море Солнца. В Москве у водителя Хэндай украли 8 миллионов рублей, разбив стекло топором. Вот интересно, что там делали эти 8 миллионов рублей. В Тольятти полиция нашла пропавшего накануне 9-летнего мальчика. В Тюмени машина сбила женщину с коляской. Собянин открыл новую сцену театра имени Ермоловой. В Калининграде начались съемки «Воина» с Федором Бондарчуком. Опять Бондарчук. Боже мой, какая же это будет чушь. Российскую вакцину против СПИДа начнут испытывать на людях. Ужасная новость. В Перми открылся центр, где выращивают нервные клетки. Может, нам это чем-то поможет. Рынок электронных книг в России за 3 года вырос в 6 раз. То есть, читать Россия прекратила, зато электронными книгами торгуют вовсю. Пользователи Яндекс, как интересно, сообщают, что чаще всего ищут в соцсети порно. Большинство россиян считают необходимым введение цензуры в интернете. Одновременно. И при этом ищут порно в Яндексе. Россия планирует пилотируемый полет на Луну после 2030 года. Уровень физической активности человека зависит от места его проживания. Надо же, какая новость. В России отмечают 200-летие со дня рождения Лермонтова. Вот одна из самых последних новостей. Ну, что такое Лермонтов для современной России? Тьфу, да даже вспоминать не хочется. Ну, и все, наверное, хватит. Хватит уже об этих новостях. Вот интересно, что больше всего обсуждают на этой неделе. Это клип тапочки элитной воровки Евгения Васильевой, бывшей шлюшки при главворе в Министерстве обороны Ставленке Путина Сердюкове. И также все обсуждают очередное творение придворного кинорежиссера Никиты Михалкова. Какой-то он там фильм снял, очередное издевательство над русской классикой, очередное паразитирование на теме гражданской войны и судьбы России и русских. Зачем все это? Это настолько омерзительно. Давайте ни смотреть, ни обсуждать. Ну, их в баню. Приближается русский марш. Состоялась национальная конференция, на которой обсуждались вопросы идеологии русского марша. По-моему, все едины в том, что русский марш должен быть действительно русским и посвящен прежде всего теме Новороссии, защиты Новороссии, как от измены в Кремле, так и от агрессии со стороны киевских самозванных властей. Тему защиты русских национальных интересов на русских маршах, безусловно, надо считать главной, главенствующей во все времена. В данном случае разумно, что в день 4 ноября мы отмечаем праздник Казанской иконы Божьей Матери и отмечаем День Народного Единства. В Кремле отмечают его по одному, мы отмечаем по другому. Наше единство состоит в том, чтобы сплотить русское национальное движение, выдвинуть от него общую программу и защитить Новороссию. Это один из главных пунктов этой программы, потому что Новороссию, всю Украину, всю Белоруссию мы считаем родной себе территорией, своей собственной родиной и хотели бы объединение этих территорий с Российской Федерацией в одну большую единую Русь. Поэтому лозунг «воссоединение страны» является одним из ключевых. Ну а чтобы обеспечить объединение страны, нужно уничтожить олигархию, прежде всего в Кремле. Необходимо разрушить все олигархические структуры, истребить, буквально истребить все структуры, которые нацелены на приобретение прибыли за счет разрушения страны. Ну а то, что оно продолжается, видно невооруженным взглядом, и теперь кризис не спрятать в карман, как пытались это делать все годы, когда на Россию изливался нефтяной дождь, и все уже привыкли, что в бюджете полно денег на всякие идиотские мероприятия, типа, пора остановиться, все, денег в бюджете нет, и об этом постоянно говорит уже и Министерство финансов. А мы должны готовиться к русскому маршу, мы должны готовиться к смене политической системы. При нынешней политической системе нам каюк. Государство российское не может существовать при той системе, которую построил Владимир Путин и все последователи гельцинизма, включая его самого. Потому что ничего в сравнении с 90-ми годами не изменилось. Только структурировалось, только больше сплотилась вот эта вот масса варья изменников. В самом этом конгломерате власти должны возникнуть силы, которые осознают опасность даже для своей собственной судьбы. Если не так, ну зачем нам проводить тогда русский марш? Тогда Россия уже умерла, мы тогда с этим согласились. Мы все должны выходить на русский марш. Русские люди, обращаюсь к вам, вы должны быть на русском марше. Наступают эти самые переломные годы, когда у нас есть шанс спастись. И мы должны хотя бы выйти на публичное шествие, хотя бы встретиться на нем, обменяться координатами, послушать наших ораторов, услышать те политические идеи, которые бродят в русском национальном самосознании. Мы должны увидеть, узнать друг друга и должны показать всему народу, что русское национальное движение существует и оно должно взять власть. И в него должны прийти люди, которые способны управлять государством. Пока надо признаться, таких людей буквально единицы. А нам нужны тысячи, может быть десятки тысяч. И русское национальное движение должно подняться из вот этой спячки, в которой мы находимся до сих пор. И надежда на это возникает после проведения русской национальной конференции 11 октября. И если мы действительно проведем русский марш за Новороссию, новоросский марш 4 ноября 2011 года, то эти надежды будут только укрепляться. 4 ноября официально празднуется День Народного Единства, а националисты традиционно проводят русский марш. Он был карнавалом, потому что возглавили русский марш люди, у которых карнавальное мышление. Они, конечно, с русскими национальными интересами не имеют ничего общего, и они это показали своими дальнейшими действиями, попытками встроить русский марш в стратегию белоленточного протеста. Мы из этой концепции вышли, мы провели в прошлом году русский марш русских националистов, действительно русских, русских националистов, русских традиционалистов, национал-консерваторов, консерваторов, контрреволюционеров и так далее. Но в этом году опять будет конкуренция, опять будет конкуренция между двумя идеями. Встроить русский марш в бог знает что, в том числе в майданную идеологию, в идеологию разрушения России, когда некие юноши, обдумывающие житье, начинают свою ненависть к режиму переносить на весь русский народ и на Россию как государство, как на историческое явление. Они ненавидят Россию и русских. Какие же это русские националисты? Они просто себя так называют, но таковыми не являются. Поэтому не ходите на антирусский, в кавычках, русский марш. А русские националисты должны пройти под имперскими флагами со своими требованиями, со своей традиционной программой в защиту русских, с требованием освобождения русских политзаключенных, русских националистов прежде всего, и уничтожение олигархии. Уничтожение олигархии за русское национальное государство. Россия для русских, для русских тоже, хотя и другие здесь живут, и русские никогда против других народностей не имели ничего. Но вот сейчас нас пытаются представить как фашистами, фашистами. Если мы говорим, что Россия для русских тоже, то это вызывает такую ненависть, особенно в Кремле, что хоть святых выноси, но на самом деле начинают выносить русских политических активистов, сажать их в тюрьму. Напомню, что продолжают сидеть в тюрьме полковник Квачков, осужден Георгий Боровиков на длительный срок и должна рассматриваться апелляция в Мосгорсуде. И продолжается суд над Николаем Бондариком, который выпущен под домашний арест после незаконного его задержания и после того, как над ним основательно поиздевались в тюрьме, заразив его гепатитом. Ну вот еще одна новость. Под Петербургом завершено строительство первых зданий нового тюремного комплекса «Кресты-2». Это первый изолятор в Европе, который будет оснащен лифтами. Также планируется оборудовать 4 больших зала судебных заседаний и более 150 следственных кабинетов. Жилая камерная площадь комплекса составит 7 квадратных метров на одного подследственного, что соответствует рекомендуемой в Европе норме. Стоимость проекта составляет около 12 миллиардов рублей. Я бы порекомендовал там же построить предприятие для заключенных, рядом построить еще какой-нибудь жилой комплекс для тех, кого выпустили, кто отсидел или кто не хочет далеко уходить от того места, куда непременно сам попадет. Вообще, надо проложить прямую ветку из центра Санкт-Петербурга прямо к крестам. Ну, в конце концов, лучше Санкт-Петербург переименовать в старые кресты, а вот эти кресты-2 в новый Санкт-Петербург. Все будет правильно, все будет по европейским нормам и жить будет веселее, особенно тем, кто попадет за решетку. А что происходит в Новороссии? В Новороссии все уже почувствовали вот этот душок предательства, который исходит из руководства Донецкой, Луганской и Народных Республик, люди, фамилии которых достаточно хорошо известны, теперь подвергаются очень жесткой критике со стороны ополченцев, со стороны населения, которое ждет восстановления мира и не знают, как пережить ближайшую зиму. Предателями этим могут являться каждый, даже из нашего ополчения, кто нечист на руку, из правительств сегодняшних, кто нечист и не только на руку, но и на помыслы свои. Каждый, кто в погоне за деньгами и за кабинетными креслами, это и есть предатели Новороссии. Медведь еще не убит, а шкуру уже начинает делить. Сейчас более ярко это просматривается. Партия регионов, которая в свое время у нас звучала как единственная практически партия, представляющая наш край, это по большому счету и есть та пятая колонна, которая сейчас пытается вернуться к власти. Как можно было подписывать соглашения, которые оставляют нас на задворках нашей земли? Практически. Если посмотреть на карту, то у нас еле-еле третья часть наберется, а то и меньше, наверное, той земли, которая сейчас остается за Новороссией. Подчеркиваю, за Новороссией, а не за ДНР или ЛНР. Я так понимаю, никто и речи даже не заводил о том, чтобы украинские войска были отведены за черту границ областей. Если бы это случилось, то может быть сейчас мы меньше бы и возмущались, потому что была бы возможность действительно заниматься регионом, действительно заниматься областью, восстановлением экономики и всего остального прочего. После объявленных отводов на определенные километры войск, вместо того, чтобы отводить их, наоборот, закрепляется и увеличивает свою мощь, сейчас уже трудно что-либо предположить, смогли бы мы, не смогли бы. На тот момент, когда было заключено мирное соглашение, да, был шанс, был шанс отбросить, был шанс взять Дебальцева в считанные дни практически без потерь, был шанс. Сейчас этого шанса уже нет. Слишком много на потоках помощи из Российской Федерации сидит, прилипал очень много тех людей, которые эту помощь делают незначительной в конечном итоге. Жестокость сегодняшней войны, она просматривается в нынешнем психологическом состоянии населения. Мы ожесточились до такой степени, что в принципе разницы не видим между реальным противником, между человеком, животным. То есть люди получили в руки оружие и готовы убивать налево-направо, соответственно, без всяких на то причин. Вот отсюда и получается массовое захоронение. Безконтрольность и безосновательность, огромная жестокость. А жестокость порождена была отсутствием духовности. А у вас есть личные враги из того, что вы делаете сегодня исторически на территории Украины? Конечно, есть. Много? Аж целых два правительства. Назвать можете, да? ДНР, ЛНР. Это главные враги? Это самые непредсказуемые, прежде всего, враги. Еще неизвестно, что от них ожидать, какого предательства, кроме того, что уже происходит. Тем временем Владимир Путин назвал главную трагедию Украины. Это отчуждение украинского и русского народов. Это самая большая трагедия, конечно, при всех имеющих сегодня проблемах. Нужно искать путь, чтобы преодолеть это состояние. Я спрошу, Владимир Владимирович, а где ты был все это время? Вот 15 лет Кремль под руководством Владимира Путина и еще 9 лет под руководством Ельцина делали все, чтобы разъединить русский и украинский народ, и чтобы русские забыли, что они русские. И сейчас делается то же самое. Вдруг сейчас Владимир Путин вспоминает о каком-то украинском и русском народе, которых он вообще в упор не видел до момента, когда начались события в Крыму и в Новороссии. Вот еще он сказал, по поводу того, что кто-то внутри Украины отказывается давать помощь, платить пособия, мы не можем на них повлиять. Да, он отвечает на вопрос какого-то корреспондента и так говорит, вы сказали, что какой-то чиновник сказал, что Краматорск или какой-то там город, это даже не Украина, он просто полный идиот. Ну, так выражается президент России. Мало того, что он не исполняет своего долга, он еще и совершает преступление против своей собственной страны, он сознательно отрезает часть территории. Кто его на это уполномочил, я не знаю, это просто дурь. Владимир Владимирович Путин заботится о целостности Украины, но не целостности Российской Федерации и не об интересах Новороссии, которая себя уже Украиной не считает и доказала это пролитой кровью в защиту территории от этого майданного хаоса, от терроризма, от политических убийств. Получается, что Кремль просто встает на сторону Порошенко и требует, чтобы Новороссию взяли на содержание вот эти враждебные каждому русскому человеку силы, которые утвердились на Украине. И в ночь на 30 октября неизвестные обстреляли автомобиль лидера общественно-политического движения Новороссии Павла Губарева. За его машиной погнался темный джип, из которого раздались выстрелы. Это произошло на трассе Ростов-Дон-Донецк на территории Донецкой Республики. После обстрела автомобиль врезался в столб и перевернулся. Губарев в бессознательном состоянии доставлен в одну из клиник Ростова-на-Дону. У него сломана рука и множественные ушибы. Сейчас он пришел в сознание и мы надеемся, что он выполнит свое обещание и прибудет на русский марш в Москву, где мы его ждем. Накануне, напомним, там тоже такая бюрократия в Донецкой Республике образовалась и Центральная избирательная комиссия сняла с выборов общественного объединения Новороссии, лидером которого является Губарев. Формальная причина – отсутствие представителей ЦИКа на учредительном съезде партии. Занятная такая особенность. Нас не было, поэтому вы никто. Павел в своем Фейсбуке назвал это заявление фейком и сообщил, что в понедельник собирается подать документы на выдвижение кандидатам на пост главы Республики. Однако глава ЦИК Роман Лягин совершенно определенно сказал, что прием документов на выборы, который состоится 2 ноября, окончен. Ну, видимо, решили окончить выдвижение кандидатов на выборы еще вот и таким путем. Путем устранения опасного кандидата, который действительно мог бы быть поддержан населением Новороссии, населением Донецкой Республики. Посмотрим на оценки самих жителей Новороссии, тех, кто активно участвует в ее защите, оценка ситуации, которая там происходит. Вот с военной точки зрения есть заместитель министра обороны ДНР по разведке, его псевдоним «Плохой солдат», он высказывается примерно так в сообщении из «Благосферы». Военторг, ограничивающийся поставкой боеприпасов, был нам необходим и, в принципе, не было необходимости в чем-то ином. Военспецар, переформирование и так далее. Но тогда армия ДНР могла самостоятельно принимать решение наступлений. Итог деятельности варягов в большинстве приехавших за печеньки в виде званий будущих должностей, остановка наступления, ублюдочный штат, согласно которому нет разведуправления. И, например, оплот при нынешней численности в 4300 переформируется в бригаду 1500 человек. Остальных нафиг с пляжа. Варяги не местные, им глубоко плевать на еще не освобожденные родные ополченцам города и поселки. В идеале получить кастрированное управление подразделением. Вот такая печальная ситуация. То есть военное предательство совершенно налицо. Когда надо наступать, не наступают. Когда нужно воевать, затевает переформирование. И мы на конференции, на русской национальной конференции слышали, что с самого начала русским просто не давали оружие. Кому угодно давали оружие, но русским, русским общественным объединениям, которые уже сформировались в организованной структуре, готовы были дать отпор тем уголовникам, которые были набраны в украинскую армию так называемую, им просто не дали оружие. Просто не дали оружие и русские политические активисты оказались рассеянными по подразделениям и единой силы на сегодняшний момент не представляют. Это говорит о том, что руководство Донецкой и Луганской республики в значительной степени поражено тем русофовским духом, который насаждается в них, в том числе и при помощи кремлевских чинуш. В этом сомнений никаких нет. И вот эти переформирования и кадровые назначения тоже связаны с деятельностью кремлевских предателей. Из благосферы сообщение. Сегодня вернулись из Новороссии, были под Луганском. Там пока затишье, но с политической точки зрения дела хреновые. Во главе Луганской республики кремль Цургов поставил Плотницкого, родственники которого проживают в Канаде. Плотницкий практически прекратил снабжение ополчения оружием и боеприпасами и заблокировал выплату жалования ополченцам, хотя средства к ним поступили. И это при том, что в десятках километров от Луганска под станцией Луганской стоит многотысячная группировка укропов с более чем 100 единицами бронетехники. Практически идет тихий слив Луганской республики местным и кремлевским жульем. Напомним, что за время конфликта по оценкам ООН погибли более 3600 человек в Новороссии. Кто ответит за гибель этих людей? Вот те, кто сейчас руководит этими республиками, тихо в переговорах сливает их и фактически создает условия для оккупации украинскими войсками. Для чего Крым присоединили к России? Что это была за операция? Если бы это был первый шаг на пути воссоединения страны, это можно было бы приветствовать. Но если это спецоперация, которая нанесет стране серьезный ущерб, то, наверное, не стоило так трудиться. Конечно, мы все рады, что Крым вместе с нами, что крымчане стали нашими соотечественниками, что мы не разделены больше государственной границей. Но Крым как-то не стал ближе. Не зря сорван курортный сезон, и хозяйственное положение на полуострове стало просто нестерпимым. Кроме того, туда понаехала всякая шушера из путинской бюрократии. И я думаю, что крымчанам мало не покажется. Им придется испить чашу ту самую, которую мы пьем уже который год или которое десятилетие. Им не сладко было с украинскими властями, вряд ли будет лучше с российскими. Поскольку российские, они же являются антирусскими. Совсем не в меньшей мере, чем киевские власти. Просто Киев уже дошел до террора, а Кремль еще сомневается. Отчасти к террору переходит, но пока еще сопротивление русского народа не столь сильно будет усиливаться. Значит, будет такой же террор, как в Киеве. Я в этом абсолютно не сомневаюсь. Поэтому, когда иудеи обратились к Путину с просьбой, а точнее с требованием построить там целую серию синагог, это было встречено с глубоким пониманием. Но точно так же, как иудеи всегда встречают понимание в кремлевских коридорах, поэтому у нас синагога стоит на Поклонной горе, поэтому у нас синагоги понатыканы теперь по всей стране, хотя иудаизм не является традиционной религией для России. Теперь это первенствующая религия, как бы там ни пыжилась московская патриархия. Ближе всего к кремлевским властям, конечно, иудеи. Более того, иудеи даже не местные, которые так все-таки хоть чуть-чуть привыкли жить вместе с русскими, а иудеи иностранные, с иностранными интересами и со своими собственными представлениями о том, как должна быть устроена жизнь. Многократно лидеры иудаизма хвалили Путина за то, что евреям живется на территории России лучше, чем когда-либо, может быть, даже лучше, чем где-либо. Россия в полной мере стала такой вот вотчиной иудаизма. И понятно, что далеко не все евреи являются иудеями, но иудеи-то числят всех евреев своими. А своими также числят и кремлевскую администрацию, прежде всего, Владимира Путина. Он не разочаровывает, никогда не разочаровывал главных раввинов, всех мастей и оттенков. И они всегда получают самый теплый прием в Кремле. Чего не скажешь о русском движении, которое Путин и все его окружение ненавидят самой черной ненавистью. Ну, в этом смысле российская власть является насквозь иудизированной, поэтому еврейское лобби в Государственной Думе, в правительстве, в администрации президента Российской Федерации очень влиятельно. Может быть, это самое влиятельное лобби на сегодня в Российской Федерации. Мы не против того, чтобы иудаизм существовал, но это этническая религия, пусть она существует где угодно, и даже в России, но как частное дело частных лиц, а вовсе не публично и цинично заявленная мировоззренческая позиция, которая еще претендует и на доминирование в стране. В России может доминировать только религия православия, никакая другая религия не является основой российской государственности, а иудаизм является прямым врагом российской государственности во всех аспектах, как бы ее ни представляет. И если российские власти опираются на иудаизм, значит, они являются антигосударственными. Это не государственная власть, это ликвидационная комиссия, это группа лиц, которая намерена Россию и русский народ уничтожить, ну а вместе с ними уничтожить и русское православие. Задача русского движения – избавиться от всяких следов иудаизма в публичной сфере, в государственной власти, и в самом русском движении, где элементы иудаизации тоже очень часто встречаются, хотя, конечно, ни один русский не признается, что он является поклонником иудаизма. Но враждебность к православию, которая зачастую проявляется среди людей, которые почитают себя за русских, очень напоминает позицию иудеев. Буквально некоторые обвинения в адрес православия со стороны этих людей повторяют обвинения иудеев. Поэтому, обращаясь к русским людям, не будьте сторонниками иудеев. Православие является основой русской государственности и ключевым моментом формирования русского мировоззрения. Без православия невозможно мыслить русскую государственность. Так закреплено, так получилось в истории. Даже если вы не верите в Бога, это не означает, что православие можно оскорблять и можно отречься от той роли, которую оно сыграло в нашей родной истории. Остается проблематичная ситуация в Минводах, где этнобандиты, армянская бандитская группировка, цинично убила русского парня прямо в здании больницы. Народный сход, который планировался в прошлые выходные, не состоялся. Вся чиновничья мразь осталась на своих местах и манипулирует ситуацией. Убийство не привело никаким изменениям в сознании властей. Они готовы и дальше давить русский народ. А на сход народ идти испугался, и у него исчез мотив. Пока этого мотива нет, может быть, он появится еще через выходные, когда планируется мероприятие, которое пытаются согласовать с властями. В минувшее воскресенье в центре города, в центре Минвод, были установлены ряды полиции, дежурили ОМОНовцы. На выходе из железнодорожного вокзала местных пассажиров, идущих через подземный переход в сторону города, просили пройти через пункт досмотра с рамками и рентгеновскими установками. Там же дежурили люди в штатском, которые просили предъявлять документы, и вкратчиво интересовались местные пассажиры, которые идут с вокзала, откуда они прибыли, куда направляются. Но, к сожалению, на площадь Ленина народ не пришел. Может быть, к радости чиновников, а может быть, это итог их диверсионно-подрывной деятельности, которую они ведут не первый год, и уже насобачились в этом деле очень основательно. А за неделю до того ведь прошел митинг, собравший более тысячи человек, и даже было перекрыто движение по проспекту Ленина. Опять, кстати, площадь Ленина, проспект Ленина, тошнит уже от этих названий, и если в России начнется Ленина повал, ну, наверное, это будет очень позитивный процесс. В тот раз жители Минвод вышли на площадь, требуя отставки ненавистного мэра Константина Гомоенова. И, вроде бы, цели достигнуты. Но после «добровольной» отставки мэра гордым временно руководит его близкий родственник Андрей Григорьев. После столь же добровольного ухода Ивана Остапенко с поста главы администрации, вместо него остался там Борис Донцов, его заместитель. Ну, собственно, это означает, что никаких изменений, существенных изменений не может быть. И репрессивный аппарат опять направлен против русских, а не против этнобандитов. Сейчас в нападении на больницу и убийстве обвиняются три человека. 26-летний Арман Акапян, 31-летний Андроник Цыканян и 31-летний Самвел Манучарян. Все трое нигде не работают, источники их средств существования неизвестны. Как сообщает пресс-служба ГУМВД по Северно-Кавказскому округу, задержанный в минувшие выходные оперативниками ФСБ Акапян является лидером уголовно-преступной среды в городе Минеральные воды и может быть причастен к вымогательствам денег у местных жителей. Почему тогда полиция города не действовала все эти годы и почему этот преступный элемент не был ликвидирован заранее и тогда бы была спасена жизнь может быть ни одного человека. Как признает губернатор Ставрополя, Владимиров на протяжении нескольких лет весь город терроризировал ЧОП Ермак, учрежденный атаманом Евгением Смирновым. Сейчас он в СИЗО вместе с Цыканяном и сотоварищей. Но почему этому не препятствовал другой казачий ЧОП Пересвет, которым владеет брат нынешнего атамана Олега Губенко. Сам он в 2011 году выизбран в Крымую Думу по списку Единой России. Осенью прошлого года бойцы ЧОП Ермак, включая Смирнова, учинили погром в греческом кафе «Пафос». И сразу после этого Смирнова избирают районным атаманом по рекомендации все того же Олега Губенко. Теперь идет усиленная подготовка к акции, которая должна состояться 26 октября. 26 октября минводовцы должны выйти на площадь. И сказать, что они думают по поводу всех этих армянских атаманов, которые служат также Единой Россией, русофобскому режиму, по поводу тех чиновников, которые якобы добровольно ушли в отставку, и по поводу тех, кто замещает сейчас их должности. Собственно, из той же корзинки набраны чиновные люди, которые будут творить тот же самый беспредел, который они творили все эти годы. Полная смена кадрового состава требуется для того, чтобы в минводах установился мир и порядок. Только в случае кадровой революции, которая сметет, конечно, всю эту чиновную рать, всех этих коррупционеров, предателей, всех тех, кто сотрудничает со всякими вот этими бандитскими чопами, всякими этими воровскими, армянскими этнобандитскими группировками. И истинно, русские люди возглавят город, который принадлежит русским по праву. Тогда об этническом бандитизме мы забудем очень быстро. Все этнобандиты будут разгроблены в течение года, может быть даже быстрее. С ними просто никто не станет церемониться, и никаких дел они вести ни в минводах, ни на Северном Кавказе вообще просто не смогут. Русская власть установит в России закон и порядок. В этом нет сомнений. А антирусская власть, которая сегодня царит по всей Руси Великой, конечно, будет сотрудничать не с русским движением, а только с этнобандитами. Будет сотрудничать с Западом, с изменниками всех мастей. Будет лелеять либеральную оппозицию, которая дает возможность проводить массовые акции в центре столицы, а русским при этом не дает возможности. Без истины русских людей во власти не будет никакого мира в нашей стране. Русские мероприятия традиционно блокируются в так называемых национальных республиках, которым действующий политический режим предоставил возможность формировать этнические кланы. Вот так же и в Татарстане существует этнический клан. И этот этнический клан сквозь пальцы смотрит на татарский этницизм, на татарскую русофобию, которая воплощена в деятельности нескольких общественных объединений и претендующих на то, чтобы своего представителя выдвинуть на президентских выборах. Откуда президенты, какие Татарстаны, какие президенты, о чем идет речь. Часть территории России почему-то имеет своего собственного президента, свою собственную конституцию и еще название, этническое название. Была Казанская губерния, теперь Татарстан. Татарстан для татар, так оно и есть. Получается, что именно так. И политическая активность тоже в Татарстане предусмотрена для татар, но не для русских. Вот для самой экстремистской группировки, которая вышла 11 октября на массовую акцию, у татарских властей, татарстанских властей, а это одно и то же, нет никаких слов, которые бы критиковали этих людей, и всегда есть возможность согласовать заявку на массовое мероприятие. Собралось этих татарских неонацистов совсем немного, 80 человек с разными флагами, плакатами. Надписи на этих плакатах были такие. «Татарин, 1552 год, не забывай и не давай забыть, будем достойны не сломленных духом татарских героев 1552 года». Ну, мы-то русские помним, кто штурмовал Казань. Большая часть войска Ивана Грозного тогда составляли как раз сами татары. Правда, и в Казани сидели примерно 10 тысяч русских наемников. Но, тем не менее, сейчас считать, что татары в 1552 году сопротивлялись какой-то там ужасной русской экспансии, ну, это просто настолько нелепо с исторической точки зрения. Ну, нелепость становится политическим базисом для идеологии вот этого нового сепаратизма в Татарстане. Ну, не случайно, что на митинге присутствовали флаги Украины и меджелисы крымских татар. Организаторы акции «Татарский общественный центр» и «Союз татарской молодежи» «Азалтык». От лица марийцев и чувашей тоже приехали свои люди со своими флагами и тоже приняли участие в этой сепаратистской акции. И там на митинге выступает некая Фаузия Байрамова, которую прочат в президент Татарстана. Она говорит так «Я гляжу на то, что сделали с Украиной, что делают с крымскими татарами. Я вижу, что то же самое Россия сделала с Казанским ханством. У меня такая параллель в голове напрашивается. Параллель шизофреническая. Вот таких шизофреников допускают до выступлений на площадях. Русскому движению всегда создают препятствия и всегда преследуют. Мы надеемся, что в этом году на русский марш все-таки и в Казани русские люди смогут выйти и выразить свое отношение к властям, которые пичкают русских детей татарским языком и превращают Татарстан в Татарю, в государство только для Татар, Татарстан для Татар. Вот против этого русские люди должны решительным образом выступить и выступить за то, чтобы Татарстан стал просто Казанской губернией. И для татар, и для русских, и для любых национальностей, которые проживают на территории Российской Федерации. Татарстан не для татар, а для граждан Российской Федерации. Что есть прохиндеи? Прохиндеи это собственность за рубежом, прохиндеи это различные должности, высокие ни по рангу, ни по уму, это разные награды, премии и публичные выступления. Прохиндеиство в российской власти это уже норма, никакая-то случайность, и чиновники разных уровней постоянно попадают в разные не просто некрасивые, но прям-таки уголовные истории. А делом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области, вот такие у нас длинные теперь названия, продолжается расследование уголовного дела в отношении начальника УФСКН, то есть службы по борьбе с наркотиками по Рязанской области Игоря Туровского, обвиненного в получении взятки в особенно крупном размере, в настоящее время по ходатайству следствия, поддержанного прокурором в отношении обвиняемого судом в избранном меры пресечения в виде заключения под стражу. В ноябре 2012 года Туровский получил через посредников взятку в размере 6 миллионов рублей за способствование в принятии решения об отмене наложения ареста на денежные средства на счетах, открытых на имя привлекаемого к уголовной ответственности гражданина и изменяя ему меры пресечения на более мягкую. То есть здесь мы видим прямое сотрудничество наркобаронов и наркочиновников. В прошлом нашем выпуске мы не смогли опубликовать материал об еще одном прохиндее, думском депутате, главе комитета, но как же у нас без поста главы комитета какому-нибудь негодяю под лицу. Я знаю этого человека давно, еще с конца восьмидесятых годов это Андрей Исаев. Комитет он возглавляет по социальной политике и является одним из авторов, точнее не то, что авторов, а одним из тех, кто продавливал закон о монетизации льгот, то есть фактически о ликвидации тех статусов, которые были у ветеранов, у инвалидов и так далее. Все монетизировали, деньги как-то рассосались и жизнь веселее не стала от этого закона, скорее стала более грустной. Андрей Исаев когда-то в давние годы был участником демократического движения, такой своеобразной его частью, как конфедерация анархосиндикалистов. Был он такой молодой, резвый выпускник пединститута, историк, такой трибун, выступавший против номенклатуры, против бюрократии и так далее. Но как-то очень быстро к этой бюрократии прибился и позднее, когда я уже встретил его в Государственной Думе, называл я его политический Ионыч. Если помните, такой был рассказ из школьной программы из произведений Чехова молодой врач приезжает в какой-то провинциальный город, у него радужные представления о жизни, у него любовь, ну а через несколько лет он превращается в такого грязного, сального толстяка, у которого в жизни больше уже ничего не остается, кроме каких-то денег, которые он рассовывает по карманам. Конечно, никакой любви, никаких радужных представлений о жизни. Вот у Андрея Исаева произошло именно такое превращение личности. Ну и он оценен был по заслугам. Дмитрий Медведев вручил ему какую-то там медальку, я думаю, что вручил бы и орден, но вот Исаев дважды попался в очень неприличных делах. Сначала у него обнаружилась собственность за рубежом, естественно, оформленную на его жену какой-то там гостиничка, которая была представлена как часть какого-то паломнического центра, ну так или иначе, была, была зарубежная собственность у вот этого бывшего борца с бюрократией, который потом через профсоюзное движение прилепился к блоку отечества, который создал Лужков, и прошел Государственную Думу в 1999 году. 15 лет человек сидит в Думе. Ну и в общем ничего, конечно, достойного не произошло, вот кроме этой медальки и кроме скандала. Ну вот один раз напоролся он достаточно основательно, оформил себе помощники какого-то неадекватного человека, привыкшего буйствовать, и произошел скандал на борту самолета, а Андрей Исаев стал потрясать своим депутатским удостоверением, как-то там угрожать. В результате лишился не депутатского мандата, не этого удостоверения, а лишился всего лишь должности в Единой России, где он занимал высокий пост. Ну, для того, чтобы замять скандал, его тихонечко сначала отодвинули, но сейчас опять его широкая физиономия занимает весь экран телевизора. как представитель вот того замшелого, халуйского слоя политиков, который всегда готов услужить вышестоящему начальству и исполнить любое приказание русофобской власти. Кризис, который никто из российского руководства признавать не хочет, и сейчас не признает, и раньше не признавал, но теперь уже выражается в цифрах, они видны каждому на таблице, где указан курс рубля к доллару и к евро, и сейчас шутят, что доллар 42, евро 52, Путин 62, а нефть 88. Ну вот примерно это цифры, которые указывают на кризис. И мы смотрим, что действительно падают цены на нефть со 120 долларов до 88 долларов за баррель. Это снижение, казалось бы, небольшое, но это означает образование серьезных дыр в российском бюджете, который ориентирован в основном на продажу энергоресурсов, ну а все остальное естественно в Российской Федерации не позволено развивать. Мы энергетическая сверхдержава как-то об этом стали позабывать в последнее время, а ведь это был главный тезис и собственно это и есть план Путина. Россия торгует нефтью. Вот и все ее достоинства. Мы надеемся, что в России достоинства будут другие, а торговля нефтью это фактически торговля нашим будущим. Это торговля за счет благосостояния будущих поколений. И конечно это под торговлю надо сворачивать и направлять энергоресурсы либо на сохранение, либо на внутренние потребности. Но пока экономика у нас нефтегазовая, у нас наверное и власть будет чисто олигерархическая. В августе 2014 года динамика ВВП Российской Федерации за годовой период по оценке Минэкономоразвития составила 0%. Может показаться, что это такой показатель стабильности. Роста нет, вот как стабильно мы живем. Но на самом деле это свидетельство кризиса. Министерство существенно пересмотрело свою оценку за июль. По отношению к соответствующему месяцу предыдущего года эта оценка пересмотрена с минус 0,2% до плюс 1%. Существенно мы даже оказывается росли в июне. А сезонно выровненный рост к предыдущему месяцу в июле скорректирован с 0,2% до 0,4%. Казалось бы, это игры лупа и пинцета. В свое время были такие задачки в детском журнале. По-моему, такими же детскими подсчетами занимается и Минэкономразвитие. На самом деле в стране глубочайший кризис. Закрываются предприятия, получать прибыль от производства невозможно. И всем манипулирует банковская система, которая является плотью от плоти олигархической группировки, захватившей власть. Мы это видим на примере развалившейся фактически уже компании Мечел, терроризирующей местное население в местах добычи угля. Собственно, вот на этом специализируются. На стали и угле эта корпорация тоже на сплошь заемных средствах. Эти заемные средства теперь необходимо возвращать, да возвращать нечем, потому что, по сути дела, речь шла только о личном обогащении, а не о том, чтобы предприятие эффективно работало и при этом соблюдало природоохранное законодательство и не наносило вред местному населению в местах добычи. Теперь Министерство финансов объявляет, что, конечно, не будет помогать неэффективному предприятию, что разумно, зато будет помогать банкам-кредиторам. Политика такая, мы больше должны поддерживать финансовые институты, в данном случае банки, с тем, чтобы банки могли содействовать предприятиям, отметил министр Силуанов. Это и есть основная политика финансовой олигархии. Самыми прибыльными у нас являются именно банковские структуры, где нужно бумажки перекладывать и больше всего зарплата там. Банковская структура является средством манипуляции всей экономикой России, против чего мы выступаем, как и против судного процента, который закабалил всю нашу страну. Банковская система должна быть полностью национализирована и все вот эти и все эти меняльные конторы, все эти расставщические заведения должны быть, конечно, ликвидированы, никакой прибыли в банковской системе быть не должно. Банки должны превратиться в сберегательные кассы, за что, конечно, они должны получать какую-то прибыль, поскольку предоставляют услуги, либо в инвестиционные банки, которые участвуют в вложении в средства различных проектов и, соответственно, несут риски и получают прибыль как соучастники экономической деятельности. Если же банковская система будет мусолить только цифры и не будет заниматься реальной экономикой, такая банковская система Российской Федерации не нужна, она должна быть уничтожена. Русский национальный интерес состоит именно в том, чтобы банковскую систему подчинить интересам производства. Без этого мы будем игрушкой, всегда будем находиться на поводке о мировой олигархии и никогда не станем суверенным государством. Те процессы, которые происходили в российской власти в последние годы, почему-то сейчас начали поворачиваться назад, и те же самые люди, которые били кулаком в грудь и кричали, что посреди России нужна база НАТО, теперь начали говорить о том, что база НАТО в России как-то совершенно неуместна. В данном случае власть говорит устами председателя комитета Госдумы по обороне адмирала Владимира Комоедова, и он объявил, что в связи с ужесточением западных санкций необходимо отменить федеральный закон о статусе сил Североатлантического Альянса Российской Федерации. А что, если санкции снимут, то у нас снова появится военная база НАТО на территории нашей страны. И какая связь между санкциями и базой НАТО вообще? База чуждого для нас, враждебного нам военно-политического блока это нормально на территории России? Для Путина и его друзей оказывается нормально. До тех пор, пока не начались санкции. Начались санкции, все стало почему-то ненормальным. Закончатся санкции, снова мир объятия, и снова на территории России появятся базы НАТО, базы враждебного нам военно-политического блока. Странно все это слушать. Вспомним, что закон носит официальное название о ратификации соглашения между государством Североатлантического договора и другими государствами, существующими в программе партнерства ради мира о статусе сил от 19 июня 1995 года и дополнительного протокола. Был принят этот закон в 2007 году. Я своими глазами видел, как он принимался в Государственной Думе. Существование базы НАТО на территории России материалов с тем, что необходима переброска многонациональных сил по содействию безопасности действующих в Афганистане. Смешное. Китайские пограничники подозревают Тигра Кузю, выпущенного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в нападении на курятник. Предположительно, хищник съел несколько кур в деревне Тайпингоу, расположенной на северо-востоке страны. Об этом передает агентство Синьхуа. Видимо, ничего более существенного в отношении Владимира Путина агентство Синьхуа передать не может. Обласканный президентом Кузя ворует кур. У тех, кто наблюдает за официальными новостями, иногда складываются совершенно превратные представления о том, что происходит в стране. Особенно у сторонников Путина. Им почему-то в голову влез тезис о том, что российская армия почему-то усилилась невероятно и даже где-то напечатали, что мощь российской армии вторая в мире. Ну да, по ядерному потенциалу, если считать по штукам, действительно, мы почти что достигли паритета с Соединенными Штатами. Но может ли российская армия воевать? В ней что-то изменилось? В ней появился какой-то смысл службы, в ней генералы стали верны своему отечеству, стали неподкупными, офицеры стали профессионалами своего дела, а солдаты просто спят и видят, как им лучше исполнить приказ и как им лучше служить своему отечеству. Да ничего подобного. Армия полностью развалена. Полностью. В техническом плане программа вооружений провалена. И уже Минфин сказал, мы не сможем ее финансировать. Придумали там потратить 20 или сколько там триллионов рублей до 2020 года или там 2030, это уже даже не важно. Вот эти параметры совершенно не важны, потому что это Потемкинские деревни. Главное прокурорекать, а солнце может не вставать. Ну вот оно и не встало. Программа вооружений выполнена не будет. По сути дела она уже начала проваливаться. Была программа по вводу в эксплуатацию новых подводных лодок. Провалена. Военный авиапром развален полностью. Скоро даже и летчиков у нас не будет, придется приглашать из-за рубежа. Военной академии по закрытой лучшей военной академии Сердюков разорил. Бюджет, который выделялся на армию, разорен. Но если Сердюков не сидит в тюрьме, все понятно, для чего выделяются деньги на вооружение. Для того, чтобы их распилить. Другой цели вот этих масштабных проектов просто не будет. Ну вот только Минфин становится, можно сказать, невольно становится на сторону наших интересов. Потому что все выделения этих колоссальных средств просто рассосутся по карманам. Ну в конце концов во главе армии поставлена удивительная тупица, ничем не прославившая себя, кроме беспрерывного пиара, который проводился в течение 20 лет. Ну разве Шойгу это лидер армии, человек, который никогда, ни дня не служил в армии? Да ни в коем случае. Человек, который, конечно, может какие-то разумные действия произвести, ну хотя бы протестировать, армия вообще способна хоть на что-нибудь? Ну на военные игры типа Зорницы она может быть еще способна. Да и то, если посмотреть за кулисы вот всей этой показухи, которую нам демонстрируют по телевидению, там будет понятно, все будет понятно, насколько дееспособна армия. Помимо всего прочего, у нас тут еще генеральная прокуратура отличилась тем, что обнаружила ущерб от реализации различных научно-технических и научно-исследовательских программ в области вооружений на миллиард рублей. Реальный ущерб, наверное, на сотни миллиардов рублей, в особенности связан он с тем, что наши научно-технические открытия и достижения просто переправляются за рубеж, почти за даром, ну чтобы просто положить в карман небольшую сумму какого-нибудь чинуша. Это происходит уже не один десяток лет. Ну по сути дела уже нам нечего продавать, уже все продано. Ну а тут вот еще один миллиард рублей нашли. Генпрокуратура отчиталась, что она тоже сберегает средства граждан, средства бюджета, работает на страну. В реальности вся вертикаль власти на страну не работает. Это акционерное общество, куда допуск, естественно, происходит только в том случае, если ты чем-нибудь замазан, или если тебя втянули в самые неблаговидные, самые отвратительные дела. И вся эта вертикаль, конечно, она должна быть сломана. И если она не будет сломана, то будет сломана Россия. Иван Ильин о русском национализме. Что такое есть национализм? Национализм есть любовь к историческому лику и творческому акту своего народа во всем его своеобразии. Национализм есть вера в инстинктивную и духовную силу своего народа, вера в его духовное призвание. Национализм есть воля к тому, чтобы мой народ творчески и свободно шел в Божьем саду. Национализм есть созерцание своего народа перед лицом Божиим, созерцание его души, его недостатков, его талантов, его исторические проблематики, его опасности и его соблазнов. Национализм есть система поступков, вытекающих из этой любви, из этой веры, из этой воли и из этого созерцания. Вот почему национальное чувство есть духовный огонь, ведущий человека к служению и жертвам, а народ к духовному расцвету. Это есть некий восторг, любимое выражение Суворова, от созерцания своего народа в плане Божием и в дарах его благодати. Это есть благодарение Богу за эти дары, но в то же время и скорбь о своем народе и стыд за него, если он оказывается не на высоте этих даров. В национальном чувстве скрыт источник достоинства, который Карамзин обозначил когда-то как народную гордость и источник единения, которое спасло Россию во все трудные часы ее истории и источник единения, которое спасло Россию, во все трудные часы ее истории и источник государственного правосознания, связующего всех нас в живое государственное единство. Национализм испытывает, исповедует и отстаивает жизнь своего народа как драгоценную духовную самосиянность. Он принимает дары и создание своего народа как свою собственную духовную почву, как отправной пункт своего собственного творчества, и он прав в этом, ибо творческий акт не изобретается каждым человеком для себя, но выстрадывается и вынашивается целым народом на протяжении веков. Душевный уклад труда и быта и духовный уклад любви и созерцания, молитвы и познания, при всем его личном своеобразии имеет еще и национальную природу, национальную однородность и национальное своеобразие. Согласно общему социально-психологическому закону, подобие единит людей, общение усиливает это подобие и радость быть понятым раскрывает души и углубляет общение. Вот почему национальный творческий акт роднит людей между собой и пробуждает в них желание раскрыться, высказаться, отдать свое заветное и найти отклик в других. Творческий человек творит всегда от лица своего народа и обращается прежде всего и больше всего к своему народу. Народность есть как бы климат души и почва духа, а национализм есть верная, естественная тяга к своему климату и своей почве. Не случайно русская сердечность и простота обхождения всегда сжимались и страдали от черствости, чопорности и искусственной натянутости Запада. Не случайно и то, что русская созерцательность и искренность никогда не ценилась европейским рассудком и американской деловитостью. С таким трудом европеец улавливает особенности нашего правосознания, его неформальность, его свободу от мертвого законничества, его живую тягу к живой справедливости и в то же время его наивную недисциплинированность в бытовых основах и его тягу к анархии. С таким трудом прислушивается он к нашей музыке, к ее естественно льющейся и неисчерпывающейся мелодии, к ее дерзновенным ритмам, к ни на что не похожим тональностям и гармониям русской народной песни. Как чужда ему наша нерассудочная созерцательная наука, а русская живопись чудеснейшая и значительнейшая наряду с итальянской доселе еще не открыто и не признанно снабирующим европейцем. Все прекрасное, что было доселе создано русским народом исходило из его национального духовного акта и представлялось чуждым западу. А между тем создать нечто прекрасное, совершенное для всех народов может только тот, кто утвердился в творческом акте своего народа. Мировой гений есть всегда и прежде всего национальный гений, и всякая попытка создать нечто великое из денационализированной или интернациональной души дает в лучшем случае только мнимую, экранную знаменитость. Истинное величие всегда почвенно, подлинный гений всегда национален, и он знает это сам о себе. И если пророки не принимаются в своем отечестве, то не потому, что они творят из какого-то сверхнационального акта, а потому что они углубляют творческий акт своего народа до того уровня, до той глубины, которая еще не доступна их единоплеменным современникам. Пророк и гений – национальное своего поколение в высшем и лучшем значении этого слова. Пребывая в своеобразии своего народа, они осуществляют национальный акт классической глубины и зрелости, и тем показывают своему народу его подлинную силу, его призвание и грядущие пути. Итак, национализм есть здоровое и оправданное настроение души. То, что национализм любит и чему служит, в самом деле достойно любви, борьбы и жертв. И грядущая Россия будет национальной Россией.